Первый раз в этом городе. Тут люди отдыхают, переменка, 5 минут, так же есть у них столов. Здесь используется и украинский, и польский язык. Я являюсь координатором. Всем привет, друзья. 6 утра. Терминал Б, аэропорт Череметьев-2. Сегодня я лечу в Польшу, в Варшаву, навстречу самым крупным, я так думаю, один из самых крупных игроков на рынке труда Польши. Более 3,5 тысяч вакансий. Меня пригласили сделать интервью, репортажи на заводах класса LG. Хостелы, встречи с работниками. Все это будет в ближайшее время в нашем видео. А я еду в терминал Д на парковку. Кстати, сегодня я использую опять каршеринг Яндекс.Драйв. Очень удобно. Меня попросили прокомментировать ситуацию с границей. Сегодня мне попалась статья. Мне также присылали по ней ссылку из форум Дейли по поводу процента людей, которые подают на убежище в Мексике и возвращаются в Мексику для ожидания процесса. Сейчас я приеду на место и расскажу вам, как там все происходит. пока надо зарегистрироваться на рейс. Я в поезде, еду в Варшаву-Заходня. Восемь минут застал шесть лет назад, когда это место использовалось как сортировочная точка, откуда люди уже выезжали по разным работодателям. В основном это были граждане Украины. Там находится офис, один из офисов наших партнеров-экспертов. Оттуда рекрутинговые агентства забирают работников на свои предприятия. Но в шестой теперь успешные кейсы наших экспертов будут сыграться в один плейлист. Это шесть-семь видеороликов. Такой многосерийный фильм с момента заключения договора в Москве или в офисе наших партнеров-экспертов до приезда в Польшу. Трудоустройство, работы. На этот раз ребята из Кыргыстана Тамер и Эрнис работают на предприятии по производству мебели под Варшавой. Встретимся с ними, пообщаемся, возьмем интервью и я постараюсь, конечно, снять видеоматериал, где они живут, где покупают продукты, ну и как вообще общее впечатление у переезда в эту страну. В этот раз, ребята, я еду в лаву на поезде. Меня уже ждут там. Ехать полтора часа. оплачиваю 36 нот за билет. На этих поездах уже практически всю Польшу объехал. Так, друзья, приехал в Млау. Первый раз в этом городе. Я являюсь координатором. Идем на предприятие Fine Altage. Что это за предприятие вообще? Что здесь делают? Здесь делают компоненты к телевизорам LG. Задние крышки. Всякие маленькие детальки, гвоздики, вот всякие прикрепленные. Тут производственные линии. Некоторые работают люди на производственных линиях непосредственно. Ну, а некоторые помогают просто... Вот есть такие у нас пакования, в которые складывают задние эти крышки уже готовые. Так выглядит польское предприятие. Тысячи человек работают здесь. Как это пасности? Нельзя двигаться вот просто по предприятию. Когда предприятие работает, человек должен двигаться исключительно по этой дорожке. Итак, что предприятие излисовано? Это стандарты. Так должно быть. То есть здесь используется и украинский, и польский язык. Мне нравится то, что есть вот тут фотографии лидеров. Лидеров, почему? Передовики производства. Лидеров, почему? Чтобы человек понимал, к кому он может обратиться. Из-за того, что много людей, пришел новый человек, его обучили, он должен понимать, кому он может обратиться в случае, если что-то не так с машиной. Я понял. Такой вопрос. А если, допустим, человек сюда попадет работать без польского языка, тут будет какой-то куратор? А тут у нас работают люди без польского языка. Есть лидеры украинскоязычные, которые рассказывают. А сколько здесь, сколько здесь вот таких вот русскоязычных бригадиров и координаторов? Мы сейчас спросим. еще один хостел, но я вижу, что состояние... Это дом. Это не хостел, это дом. И мы сейчас снимем, что там внутри и, наверное, даже сделаем утренет. Я думаю, да. Я думаю, люди все-таки пару слов нам уделят, скажут, минутку уделят, скажут. Здорово. Продолжение следует...